Всех приветствую на канале CryptoCommons. Давайте разбираться, что происходит с беточком. Происходит, конечно, полный цирк. Если вы посмотрите на мельчайших таймфреймах, у нас тут сплошной Барт Симпсон, перевернутый Барт Симпсон, снова Барт Симпсон. Волатильность усиливается и в моменте образовался очень неплохой коридорчик для скальперов, кстати. 29.30 покупай, 31.30 500 продавай. Но, как вы понимаете, это все до поры до времени. Но надо понимать, что на отдалении это все на самом деле прямая линия. Причем как локально, вот здесь вот у нас сужающийся диапазон, так и глобально. Друзья мои, биткоин торгуется на уровне 30 тысяч долларов уже полтора года, если что, с прошлого нового года, как вы можете видеть. Поэтому, что же происходит сейчас? У нас куча смешанных сигналов. Смотрите, сетка MA Ribbon перевернулась в медвежью сторону, на Cypher наоборот зеленая точка и RSI смотрит выше. И, знаете, очень много неопределенности на рынке. Медведи говорят, мы упадем еще ниже, быки говорят, мы сейчас отрастем, а по факту происходит боковик, который всех дрючит. Собственно, почему мы видим таких бартов? Знаете, что я думаю? Очень просто. Крупный игрок, скажем так, назовем его кит, набирает позицию. Как он набирает позицию? Он набирает позицию плавно, давайте перейдем на четырехчасовик. На уровне, давайте условно говорить, 30 тысяч. То есть, это может быть 29, 31, но суть не меняется. Вот на этом вот уровне крупный игрок все это время набирает позицию, но он же не может набрать ее всю по стакану. Если он так сделает, цена сразу улетит на 40. Он набирает ее, параллельно хеджируется с шортами. Как это происходит? У них есть хороший объем, они могут толкать цену на споте. Они идут на споте, покупают, продают, покупают. А параллельно, на фьючах, не знаю уж где, на байбите, на бинансе, на фемиксе, они это дело лонгуют и шортят. И вы представляете, какие объемы они сейчас отбирают, эти киты, у креветок на вот этих вот движениях? То есть, они могут по факту 10 тысячами битков цену пампить и дампить плюс-минус на одну-две тысячи долларов, да? А вставать хеджево в лонг и в шорт и зарабатывать еще сотни или даже тысячи битков на этом, прибавляя к своему банку, которым они в итоге потом, конечно же, откупят, понимаете? Смотрите, у нас тут явно прослеживается трендовая наверх на этом локальном движении. Если мы приблизимся на пяти минутки, вот у нас вчера есть вот такой вот локальный аптренд, скажем так. Локальный аптренд, откуда не глупо лонговать? На мой, опять же, сугубо субъективный взгляд. Потому что, смотрите, фондовый рынок тоже отпрыгивает. DXY вроде как показывает силу индекс доллара в моменте, но глобально он уперся в свой очень сильный уровень сопротивления, как вы можете видеть, исторический, который обычно как раз являлся дном медвежьего рынка по крипте и по фонде, то есть хорошей точкой для покупки. Обычно пиком рынков была вот эта вот зона, где индекс доллара находил свое дно. Соответственно, сейчас по индексу доллара, если мы вот видим продолжение вот этих красных свечек, то это будет хорошо для крипты и для фонды. По Candle Wave у нас все еще дневной бычий сигнал на покупку, он все еще валидный. Смотрите, с тех пор мы потихонечку, плавно, но растем. Очень сильная плотность покупателя здесь. Смотрите, она усиливается в районе 29 тысяч, не дают цену туда задампить, все выкупают. Если вы будете приближаться на более мелкие таймфреймы, то вы получите там только шум. Посмотрите по сигналам. Buy, sell, buy, sell. Ну, они как бы вроде отрабатывают, но по факту вот в таких местах вы больше налосите. Вот особенно на 30 минутках. Посмотрите, какой шум. Поэтому, на мой взгляд, вот этот дневной сигнал, он более точный, ему можно доверять. Ссылка на платформу Candle Wave, кстати, есть в описании. По ней вы получите 15% скидку на полный пакет на первую оплату. Ну, что делаю лично я, ребята? Я продолжаю это дело ланговать. Я все еще жду пробития из этого треугольника. Все паникеры, которые говорят, ну и где там ваши зеленые свечки, посмотрите на дневку. У нас здесь определенно три зеленые свечи хайконаши, за что я люблю свечи хайконаши. Они реже меняют цвет и более точно показывают тренд без шума. Я все еще жду пробития как минимум куда-нибудь на 34.35, а то и на 38.42 по биткоину в краткосроке. Более глобально сейчас прогнозировать не хочу, но, как я вам уже и говорил, у нас тут с вами очень похожая ситуация на то, что мы очень скоро найдем дно. Вот по сайферу, опять же, сравните вот эти вот три момента. После них мы всегда разворачивались. Поэтому я думаю, что сейчас, как раз когда на рынке царит абсолютное неверие, я думаю, что мы увидим разворот. Вопрос только в том, будет ли финальная капитуляция перед этим или нет. Потому что если вдруг она будет, то это никак, или там вот такая, скажем, да, как многие ждут, то это в принципе в долгосроке никак не разломает нам всю картину. Поэтому сейчас не надо бежать на всю котлету лонговать, естественно, нужно действовать спокойно и быть готовым ко всему. Теперь по поводу BNB. Вчера я делал видео, как зашортить BNB. Ребята, сразу хочу сделать оговорку, дисклеймер. Я не имел в виду, что надо прямо сейчас бежать и шортить на всю котлету BNB. Более того, это, скорее всего, плохая идея. К доллару-то уж точно. Потому что, несмотря на то, что он на хаях и то, что по нему сейчас плохие новости, да, как мы вчера говорили, что SEC начала расследование отношения BNB, приравнивают его к ценным бумагам, как Ripple. Да, наверняка сейчас паникеры-инвесторы побегут его скидывать, но Binance сам у себя может выкупить. И как правильно писали ребята в комментариях вчера, у них постоянно происходит сжигание и вообще это крупная биржа, все дела, типа почему бы им не расти. Да, ребята, к доллару BNB тоже выглядит практически как биткоин. Смотрите, он на своих уровнях поддержки. RSI уже практически перепроданный, то есть к доллару он, возможно, начнет сейчас расти. Но я шорчу его именно к биткоину и даже больше к Dash. Я не призываю вас это делать прямо сейчас, я буду плавно набирать. То есть я не говорю, что он прямо сейчас упадет, но для меня на балансе вероятности, даже если он сейчас сделает даже перехай, то потом он уйдет в более затяжную медвежку, ну типа как было вот здесь, именно к биткоину. Посмотрите, потому что он очень перегретый. То есть я плавно набираю шорт-позицию и не по фундаменталу даже, не по вот этим новостям, а исключительно по теханализу. Посмотрите, BNB рос весь медвежий рынок крипты прошлый, 18-19 год, когда биткоин и эфир падали, BNB рос. Он в принципе еще не был в медвежьем рынке с тех пор. Но вот здесь была хорошая коррекция, такая ABC. Вот, то есть сейчас как минимум хорошую коррекцию ABC можно ждать. Вопрос только в том, с перехая, что-то вот такое, или прямо сейчас без перехая. Поэтому моя тактика – это плавно набирать эту шорт-позицию, принимая на себя все риски, потому что шортить крипторынок очень опасно. Но вот по такой вот средней синусоиде, грубо говоря, я думаю, мы увидим движение и провалимся под сетку EMA Ribbon в какой-то момент, и там я буду закрывать свои шорты. А шорчу я его вообще к дэшу, насколько вы поняли, потихонечку вот набираю позицию. Сегодня минус 18 долларов, поскольку очень дорогой процент еще они берут за одалживание BNB. Вот, я просто буду накидывать на эту позицию. Если он будет сильнее отрастать, я буду заводить обеспечение, одалживать еще больше BNB, сливать его, покупать на него биткоин и дэш. Так что не говорите потом, что гринни не шортит. Ну просто дэш BNB абсолютно укатанный в пол график на куче желтых точек. Ну тут как бы я лично, по сути, я лонгую дэш на самом деле к BNB. Вот что я делаю. Я жду, что он вернется как минимум к паритету, а то и к 2-3 монетам за штуку. Вот, не надо так делать, не повторяйте за мной, просто переваривайте эту информацию и делайте по-своему, как хотите. Кто-то спрашивает, почему бы проще не зашортить на фьючак к доллару. Ну хотите, шортите к доллару, но если сейчас весь рынок развернется и полетит на халявных деньгах, на тезере, что вполне себе, кстати, возможно, то лучше к доллару вам не шортить, на мой взгляд. Вот, также еще открыл небольшой лонг по монете coin98 и продолжаю держать лонг по битдау на байбите. Почему? Потому что Coinbase залистил эти две монеты вчера. И, как правило, это сказывается хорошо на цене, то есть это чисто спекулятивные сделки. Жду пампа короче байбеков и буду разгружать там эти сделки нахрен от греха подальше. Так, ну и давайте глянем еще монету Unfi, которая нашумела сегодня на Binance. Вот она уже упала на 45%. Ребята, не надо такое трогать. Кто залетел в лонг, тот молодец. Монета помпанула на полторы тысячи процентов, но это чистый pump and dump, надо это понимать. Зеленая точка на сайфере, кстати, отработала. Смотрите, где RSI. Короче, если ее можно шортить, то аккуратно, естественно, со стопом. А, ну вот она уже все сделала. В принципе, можно ее, я думаю, от каких-то верхних границ попробовать шортить. Не думаю я, что она прямо сейчас полетит дальше. Но, короче, кто зашел в лонг, лучше выходите поскорее. Потому что, ну, это чистый pump and dump. Но, тем не менее, будем надеяться, что эта монета бурит, скажем так, дорогу на Марс всем нашим с вами любимым altcoin. Но я практически уверен, что сейчас куча хомяков позалетает в лонг и их побреют. Поэтому будьте осторожны. Ну и в сухом остатке, да, что я могу сказать. Вот эта формация, по-моему, очень бычая. В крайнем случае могут, конечно, слить, собрать еще раз ликвидность по биткоину. Я имею в виду. Свозить нас куда-нибудь там на, ну, не ниже вот этого лоу, я думаю, уже куда-нибудь на 27. Но, опять же, этого может и не случиться. А вот pump на 35 или 40, на мой взгляд, более вероятен. При этом доминация BTC продолжает переть наверх. Разворотом пока еще и не пахло. Но вот тут у нас достаточно сильная зона сопротивления. Как раз, куда мы сейчас и пришли. Вот. Так что я думаю, что в какой-то момент, может быть, мы ее пробьем. Сейчас сложно, не сложно. Но потом остынем, отскочим куда-нибудь до сетки EMA Ribbon и увидим какое-то подобие мини-альтсезона, как минимум. Ну, а там дальше кто знает. Может быть, и вниз пойдем в конкретный альтсезон. В общем, мысли сегодня вот такие. Давайте напоследок доллар-рубль глянем, потому что многие интересуются, что с рублем. Ребята, доллар-рубль выглядит как раз как унфи. Вот этот вот памп доллара. И этот дамп, соответственно, это то, что может произойти сейчас унфи. Поэтому осторожней. А по рублю-то как раз, смотрите, все нормально по доллару в смысле. Желтая точка, супер длинный дивер. Я думаю, что плюс-минус уже все. Это была, во-первых, это неестественная искусственная цена, сделанная Центробанком была. Так что не переживайте за свои активы. Кто сейчас в дикой просадке из-за того, что он в крипте и в долларах, а все это в рублях падает. Да даже в золоте. У кого золото, золотые эти ETF или там ОМС в банке, они очень сильно просели, потому что они в долларах измеряются. Так что я думаю, что все будет нормально здесь с долларом в долгу. Все-таки как ни крути, он хоть и скам, но самый такой мировой признанный скам из всех фиатных валют. Да, то есть доллар это как биткоин в криптовалютах, самый трушный актив считается. Поэтому так-то я думаю, он полетит. А в долгую, слушайте, ну вы понимаете, что ходлить нужно биткоин, а не доллар. Потому что вот перед вами два графика. Один длиною в век, другой длиною в полторы декады. Вот и думайте сами, на чьей вы стороне, ребята. И зачем, собственно, мы торгуем инверсную маржу и ходлим и накапливаем криптовалюту, а не тезер. Я думаю, тут все понятно. Ходлерам, а спекулянтам пора бы тоже уже это осознать, что чем больше они делают тезера, тем в долгую они либо на месте стоят, как на беговой дорожке, знаете, думают, что бегут, а на самом деле назад их все время оттягивают. Либо вообще теряют, потому что, ну блин, посмотрите на это и все понятно станет. Так что, друзья мои, мораль басни, как всегда, одна и та же. Накапливайте биткоин, держите его в долгую, потому что он обречен на to the moon. Это не спекуляция, это фундаментал, ребята. Это просто хедж от инфляции. Торгуйте аккуратно, не забывайте забирать профит. А с вами был Гринит, канал Crypto Commons. Все ссылки в описании. Лучшие биржи, рабочие обменники, надежные кошельки, полезные сервисы. Обязательно ознакомьтесь с разделом под видео. Всем профитролей, хорошего дня и на связи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok